Знаковым событием для всего региона стало решение о создании Национального центра физики и математики и открытие в его рамках филиала МГУ в городе Сарове, который готовит специалистов для госкорпорации «Росатом». Почему филиал МГУ открыли именно в Сарове? Отвечая на этот вопрос, заместитель директора Григорий Качалин отметил, что в нашем городе еще со времен атомного проекта жили и работали выдающиеся ученые со всей страны. Но сейчас эти люди уходят, и необходимо кому-то передать уникальный опыт. Филиал МГУ, который соединяет классическое образование с возможностью исследовательской деятельности на уникальных установках передового научного центра, позволит сократить дефицит кадров для высокотехнологичных специальностей, связанных с атомной отраслью. Это был продуктивный год. Вместе с Григорием Качалиным итоги года науки и технологий подвели руководители ведущих нижегородских вузов и региональный министр образования Ольга Петрова. Наука, по ее мнению, должна стать неотъемлемой частью нашей жизни и останавливаться на достигнутом в 2021 году нельзя. Хотя и список достижений поражает. Множество выигранных грантов в рамках научного образовательного центра. Широкая стипендиальная поддержка. Открытие дома для совета молодых ученых. Усиление нижегородского Сириуса. И даже наши большие проекты, которые мы реализовали, такие как «Студенческая весна», грандиозные события и мероприятия, с которыми мы стартовали все празднования нашего 800-летия Нижнего Новгорода, мы смогли туда интегрировать блог для науки и молодежи, показав, что студенты все одинаковые, те, которые танцуют, поют, те, которые пишут и являются участниками лабораторий. По словам Ольги Петровой, в год науки была проделана большая работа. Так, регион поднялся сразу на 10 позиций в рейтинге Рособранадзора по управлению качеством общего образования.